Всем привет, с вами Александр Гамов, но прежде всего у нас сегодня Евгений Примаков, как принято называть, да, Евгений Примаков, младший. Почему? Потому что мы решили вас к нам позвать, потому что 4 июля, в субботу, 9 дней как не стало Евгения Максимовича. Я признаюсь, Евгений, я мечтал всегда взять большое интервью у вашего деда и почему-то мне не получилось, то есть по телефону мы говорили. Я тоже. Да, серьезно? Ну, было бы странно, если бы я у него брал интервью. Вот, даже Евгений Максимович, ну, то есть по телефону-то я брал у него интервью, мы печатали и в день смерти на радио фонограмму эту прокручивали и он даже мне как-то обещал, сказал, позвони через два месяца, ну, это было где-то года до смерти. Ну, в общем, к сожалению, не получилось, ну, поэтому вот мы с вами беседуем. У меня, знаете, какой сразу вопрос, ну, во-первых, я хотел сказать, что телезрители, многие, я думаю, кто смотрит ТВ, вас хорошо знают, как Евгений Сандро, потому что вы многие годы работали в той же Палестине, горячие репортажи. Скажите, пожалуйста, почему вы были не Евгением Примаковым, а Евгением Сандро и почему сейчас мы стали Евгением Примаковым? Потому что вы ведете международную программу на Вести 24 или по каким-то другим причинам. Смотрите, Евгением Сандро я стал, поскольку я не мог себе позволить на тот момент быть Евгением Примаковым. То есть я и был, и есть Евгений Примаков, паспорт у меня, так написано. Вот, но начинал я в журналистике на радио «Эхо Москвы», вот, и там нужно было что-то такое придумать, поскольку это звучало бы просто идиотски, да, Евгений Примаков, вот, как-то на тот момент. И я сделал псевдонимы своего отчества в честь своего отца, поскольку я Александрович, вот, а связи там нашей семьи с Грузией, они известны. Вот, дед вырос там, и мой отец в детстве там вырос, и родня там до сих пор есть. Вот, поэтому Сандро, такой нормальный радийный псевдоним, вот, немножко крикливо звучащий, правда, да, но... Не, по телевизору нормально воспринималось, тем более из такого региона. Ну, да, может быть. А потом, потом, да, возникла вот эта вот история с международной, ну, когда все время оговариваясь, панорама, да, обозрением. Я долго очень сомневался и совещался с дедом, можно ли позволить себе, так сказать, под настоящим именем выступать, вот, поскольку это некое уважение и к программе, которую мы реанимировали. И я считал, что, вот, мне как-то надо подхватывать знамя, что называется, да, и мы с дедом решили, что да, хорошо, ладно, пусть так будет, вот. Вот, и я перестал быть Сандро в какой-то момент. А раньше, когда вы из Евгении Примакова, ну, я видел, из мальчика, из мальчишки, из молодого парня превратились в Сандро, он не возражал? У него не было каких-то... Я объяснил ему свою резону, он согласился со мной. А вы интервью всерьез собирались, да, с дедушкой сделать? Нет, вы знаете, мы, когда начинали программу, там, в бригаде нашей была такая шутка, что вот уж начинали мы программу, пригласив Валентина Зорина открывать ее, давайте еще Евгений Максимович интервью возьмем для полного комплекта, мы решили, что это будет перебор. Надо было тогда в Комсомоле. А вообще, в нашу газету до нас доходили слухи, что он ее читал? Он читал вашу газету, да, он читал вашу газету. Я не могу сказать, чтобы он там... Сильно ругал? Да нет, слушайте, он с чем-то соглашался, с чем-то не соглашался, с чем-то спорил. Он читал вашу газету, ваша газета очень популярна в стране. Она один из, там, лидеров общественного мнения, скажем так, да. Да, естественно, он ее читал. То есть, к брезгливому к ней не относился? С чего? С чего? Он брезгливый относился, знаете, как вообще, в принципе, скажем так, по желтению. Нет, у нас бумага нормальная. Ну, вы понимаете, о чем я. Да, да. Вот. А к самой газете с огромным уважением почему. Скажите, пожалуйста, вот когда не стало вашего папы, и вот вы на панихиде сказали, что Евгений Максимович вам заменил отца, вы прямо в семье жили, в его доме, или как это вообще? Нет, это речь идет, скажем так, о неких там моральных ориентирах, о неком равнении на. Мы как-то в интервью обо мне больше сейчас разговариваем. Нет, нет, давайте сейчас переключимся. Нет, ну, слушайте, отец это человек, к которому всегда можно обратиться за советом, который может оценить там верность, неверность твоих поступков, лучше, наверное, даже, чем друзья, там, коллеги и прочее, да. Ну, так получилось, что у меня вместо такого авторитета вот был дед. И мне кажется, что он и ко мне относился не как к внуку, а как ближе к сыну. Он даже последнюю книжку, которая вот у него вышла, подписывал ее, написал не Жене, а Саше. Описался, он надооговаривался. Интересно? Да. Ну, потом как... Я ничего не сказал. Я ничего не сказал. А, то есть так и осталось, Саша? Да, так и осталось. Очень интересно. Скажите, ну вот, как часто вы с ним общались? Вот я к чему это говорю? Вы тоже стали журналистом, востоковедом. Он... Это, видимо, не случайно, Евгений Васильевич как-то вас направлял. Может, он пристраивал у вас или как? Я вот как раз всегда... Мне всегда было ценно, что он меня никуда не пристраивал. Да, мне это было важно, и мне кажется, он это тоже оценивал. А по поводу востоковеда, это звучит громко. Просто так жизнь сложилась, мне это было интересно. Я туда полез, там остался. Вот, конечно, его влияние, там, книги в доме, разговоры в доме, там, и так далее, конечно, они влияли на меня, да. И я не скрою, мне на Востоке порой приходилось просто проще работать, возможно, чем моим коллегам, поскольку есть некая узнаваемость. Не, я помню эпизод, помните, в Палестине, когда Махмуд Аббас, да, вы там репортаж делали, и Степашин, главе палестинской автономии, сказал, вот Евгений Примаков, сын Евгения Примакова, и он, в общем, как-то так просиял сразу. Ну, в принципе, у президента Аббаса я иду этого брал интервью. А, то есть он знал? Вот, да, ну, у человека очень много разных занятий, и забот, так что, я думаю, вряд ли он фиксируется настолько сильно. Но уж Евгений Примакова бы зафиксировал. На деде, естественно, а вряд ли на внуки. Скажите, а вот мне, вы говорите, вот мы про вас, а вот дед, какие-то, какие-то особые, ну, может быть, случаи, может быть, ну, не знаю, как он вас воспитывал, может быть, ругал за что-то, или наставлял как-то, вот как в угол ставил, наказывал, ну, какой-нибудь. Дед меня никогда не наказывал. То есть не за что было что-то? То есть не за что было что-то? Не все продумывается. Вот он меня долго-долго, постепенно учил тому, что не надо... Ну, например, можете вспомнить какой-то пример конкретный? Ваши высказывания. У меня много есть примеров, но поскольку те мои суждения были неправильные... Ну, наоборот, вот интересно, интересно, как вы из неправильного... Слушайте, я очень эмоционально воспринимал многие события там на Ближнем Востоке и был склонен к работе в Ираке, например, в той же Палестине, в Израиле. У меня бывало так, что я эмоционально переживал какие-то вещи, связанные с войной, с гибелью людей и прочее. И, естественно, их эмоционально не... Ну, вспомните какой-то вот эпизод конкретно. Ну, просто вот картинку. Картинку. Как говорят. Что, вы ему позвонили или приехали сразу? Нет-нет-нет, он не мог позвонить. Ну, ему, например... Или он увидел ваш репортаж? Чаще всего так, репортаж или я что-то написал в блоге или что-то такое, он мог бы мне сказать, зачем вот ты резко так вот... Например, Евгений, вы вспомните, да, потому что мы общий фразы... Пример, да, понимаю, да, там в... Буквально неделя до... До начала... Две недели до начала войны в Ираке, я был в Багдаде. Так, это год, значит, у нас... 2003. Февраль, кажется, это был в феврале. Да. И... Там была смешная ситуация. Иракцы очень хотели всему миру продемонстрировать, как они победят Америку. Когда начнется война. И для того, чтобы показать там свою мощь и силу, они решили, давайте проведем на площади Тахрир в Багдаде большой парад военный. Потом они решили, что нет, большой парад это чревато, ну вдруг что-то там такое. Давайте демонстрацию проведем. Потом они от демонстрации откатались. В итоге они устроили выставку достижений гражданской обороны, которая выглядела абсолютно нищебродски. Там стоял шатер ковровый, где были выставлены огнетушители, лопаты, кариесный зуб из ближайшей стоматологической книги и пластмассовый младенец в разрезе. Ну, они пособирали все, что могли. И туда запихнули. И духовой оркестр. И поскольку все это было настолько беспомощно, бездарно и глупо, я в репортаже, который я оттуда выдал, я откровенно стебался над ними. И это было неправильно. Это было неправильно. И мне тогда дед высказал что-то. То есть он вам позвонил, да? Или как? После. Это было после. После репортажа. После, да. У нас не было никакой цензуры никогда в семье. И что он мне сказал, что... Позвонил и что сказал? Не позвонил, это уже было. Уже гордость. Меня оттуда выгнали. Выгнали иракские гости? Да, они мне не обновили визу. Потом, ну, неважно. Несмотря на то, что это Евгений Примаков, да? Ну, да. Так. И он мне высказал, что я зря занимался глупостями. Вы знаете, в этом было вообще его отношение в нашей современной жизни. Журналистики. А вы пытались ему... Ну, конечно, я пытался. Ну, естественно, да. У него, он вот в этом, он был непоколебим. Даже касается нашей нынешней программы. Он очень критически и негативно относился вот к всяким веселушкам в эфире. Он не понимал, зачем это вообще, да? То есть это вот человек из, как говорят, раньше времени. Информация должна быть содержательна. Вот. И там мои попытки объяснить ему, что сейчас нельзя подавать информацию так, как раньше мы ее подавали. Сейчас надо зрителя как-то увлекать и развлекать. Или читателя. Или читателя, да. Он с этим как бы формально соглашался. Но, естественно, он с этим был не согласен. И в программу сейчас... Вот мы делали одну из программ. Там был эпизод про Британию. И мы позвали руководителя ансамбля Волынчиков московских. Мне потом тоже дед высказал, что это за шапитога. Зачем ты это сделал? Почему? Я ему говорю, ну это же иллюстрация. Это глупость, а не иллюстрация. Вот. Ему не хватало смыслов, содержаний. Не только вот в конкретной программе. Вообще, вот в жизни. В том, что он видел вокруг. Он внимательно смотрел новости. Он читал газеты. Он читал интернет. Он был в этом смысле таким техническим подковным. Да, мы с ним по скайпу общались. Даже когда я куда-то уезжал. У меня последний звонок скайпа я открывал, когда 27 апреля. Он мне звонил. Обычно садился, обзванивал всех там своих родных, близких. Если у кого-то скайп есть, со всеми пообщаться. Вот. Он не был замшелым таким, знаете, технически подкованный. А почему же он нам интернет дал? Он вам ничего никогда не говорил про это. Почему? Вы знаете, он последние несколько лет, особенно в связи с последним годом болезни, он вообще резко сократился вообще с журналистом. Он раньше особо не был журналистами общительным, скажем так. Это не потому, что он не любил, он сам был изначально журналистом. Да, это было ровно по той же причине. Ему хотелось говорить что-то содержательное. Когда, знаете, ну как телевидение, например, работает. Интервью там 10 минут человек что-то говорит, а потом мы же все равно вырезаем из этого 20 секунд. страдало содержание, страдали смыслы, да. Его это всегда не то чтобы раздражало, а горчало, да, наверное. Поэтому он сокращал, сокращал свое общение с журналистами. А последний год это было уже как бы и физически иногда непросто. Скажите, Евгений, а вот из детства что вам запомнилось? Вот какие-то, ну не знаю, какие-то случаи уже таки более конкретные из вашего мальчишества? Какие-то эпизоды, связанные с дедушкой? Потому что у него же непростая была жизнь, это и потери близких. Вот как он вообще держался, что это, вот говорят сейчас, скала, там, Примакову это скала, это глыба. А на самом деле, вот вы его каким видели? Таким видели. Что? Нет, я не имею в виду то, что он был там холоден, как камень к своим близким, нисколько нет. Он был очень теплый человек, очень любящий и дед, и отец, и уши. Но это не был тот человек, который выдает сильные эмоции на публику. Это не позволительная... Не публика, а вы близкие. Не позволительная роскошь. Да, ну, естественно, мы близкие. Но, как вам сказать, это не тот характер, да, чтобы там жаловаться кому-то. Это переживание внутри, в основном, да. Даже там в тяжелые времена, там, острые политические борьбы, он мог, он, естественно, переживал, но там, чтобы жаловаться на что-то. Нет, ничего не было. Он был идеалистом в том смысле, что он не ожидал, что политика может быть настолько грязной. Для него это было непонятно, он не принимал, он видел, как от него стали разбегаться некоторые из его друзей, людей, которых он считал друзьями. И он тяжело переживал предательство. Но, опять-таки, как? А как он? Он же не бегал по комнате и не бил посуду, понимаете? Это не тот человек, чтобы... А что, он сидел в раздумье? Или с вами он откровенничал? Вы же уже были в таком возрасте. Вы ему что-то советовали? Вы-то, может быть... Он... Понимаете, он... Ему можно было советовать все что угодно решение, он сам всегда принимал. Решение было такое, что он не будет участвовать в сваре, да? И, насколько я знаю, насколько я помню, никаких судебных исков никому он не подавал, хотя, наверное, имел многочисленные шансы сделать это и выиграть их. Там было что-то такое, что-то где-то было, пара каких-то судов, и что-то выигранное он куда-то отправлял в детский дом, насколько я помню. Вот, но, опять же, он мог это обсуждать эмоционально с друзьями, с родными, но не наружу, то есть, насколько наружу. Поэтому вы не хотите что-то вот сейчас наружу? Ну, зачем это, да? Это все прошлое, все это прошло. Единственное, что сейчас мы, когда с семьей получали соболезнования, знаете, столько интересных людей появилось, которые раньше многократно пакостили и гадили, которые сейчас высказывают, там... Вы фамилии, конечно, не будем называть. Нет, конечно, нет. Ну, из нашей, как бы, журналистской... Ну, я представляю, я могу, даже догадываюсь, кто это. А вот, с другой стороны... И как вы реагировали на это? Знаете, проститься имеют право все, и на прощение имеют право, особенно сейчас, все. Единственное, что я какому-то количеству людей по-прежнему не буду подавать руки, как не делал и дед. И все. Скажите, а это было что? Они пришли, ну, посылая вот соболезнования или придя на панихиду, они прощините тем самым? Да, я не знаю, какая их мотивация. Знаете, мне иногда кажется, что в связи со всем произошедшим люди многие... Многие приносили соболезнования не семье, а отмечались, так сказать, калочку ставили, что они поприсутствовали. Да ради бога, дай бог всем здоровья. Слушайте, это какая-то такая странная тема. Я вот сейчас об этом говорю, и звучит, как будто я какие-то обиды перечисляю. Мы же имена не называем. Нет, нет, а их этих обид нету. Да бога ради, на самом деле эти люди в общем потоке и незаметны, и мы как бы не зафиксировались даже на них особо. Сейчас просто слово пришлось. Очень интересно. Скажите, я почему вот такие вот вопросы задаю? Потому что по свидетельству и близких, и даже ваших родственников, Примаков-младший где-то характер повторяет своего деда, где-то что-то копирует его, какие-то привычки, или еще вы, наверное, знаете об этом. Вот что вы взяли, что вы взяли от него? Ну, слушайте, я ничего осмысленно так вот, что вот это вот надо перенять. Да я никогда об этом не задумывался. Если люди, которые там знали моего деда и знают меня, так считают, мне очень это приятно. Вот, потому что если я что-то перенял у него, то это значит что-то хорошее. Ну, например, сами вы не можете сказать, что вас прежде всего в Евгении Максимовиче подкупало, и чему вы, может быть, завидовали, что вот у него в характере, и вообще в привычках, и, я не знаю, там, в традициях вот есть, а у вас нет. Вот, что вы не Примаков, что вы пока еще не Евгений Примаков, вот каким-то... Ну, естественно, да, куда мне до него. Ну, да. Куда мне до него. Мне хотелось бы больше взять от него его взвешенности, его несклонности к быстрым каким-то суждениям легковесным, да, вот, его аналитичности. Огромное количество его качеств, которые я хотел бы, так сказать, в себе растить и дальше. Например, вот вспомните, вы говорите, что мой прадеда мало. Вот вспомните какой-то пример, который вас поразил, который... Неправильное слово поразил. Смотрите, он, например, вот в отношении своих друзей, родных, дальних родственников, детей своих друзей и так далее, он всегда был очень внимательный, где-то, если кому-то мог помочь, он помогал. Например, я, например, узнавал, что он всылал какие-то там деньги регулярно дальним родственникам в Тбилиси или, причем, ну, скажем, родственникам своей жены Лауры, моей бабушки покойной, вот, или там детям своих друзей, где-то там поддерживал кого-то, не афиширует абсолютно. Вот, и я ему безумно благодарен за то внимание к людям, которое у него было ему присуще. Это, конечно, надо в себе врастить и воспитывать, потому что человек составляет не только он сам, да, но и то, что он вокруг себя возделал, то, чем он себя окружил, и то, что он делает для других людей. Скажите, а вот, ну, у вас фактически, как бы, ну, так же сложилось, что у вас две бабушки, да, получились. Вот, вот это, не знаю, может, это не для публичности, если не хотите, может, не отвечать на этот вопрос. Вот эта тема, она как вообще присутствовала в доме? Ирина Парисовна, когда появилась в нашей семье, она не то, что появилась в нашей семье, она как-то вот проросла сквозь нашу семью, она вот настолько органично стала и есть ее частью, и она настолько с уважением всегда относилась к памяти Лауры Васильевны Харадзе, что никаких вообще, в принципе, там, конфликтов, трений, сомнений вообще быть не могло никогда, от слова совсем. Она абсолютно продолжение деда и продолжение нашей семьи, это абсолютно органика. Вот нет какого-то, сначала было так, а потом стало эдак. Более того, подруги, там, Лауры Васильевны, они стали подругами Ирины Борисовны. Вот это, естественно, произошло. Скажите, вот, кроме фамилии, имени Евгения Примаков, характера, профессии, может быть, еще, значит, каких-то приемов, может быть, рабочих, вы что еще получили в наследство от, я в переносном, естественно, смысле, от Евгения Максимовича, что, может быть, какой-то талисман, ну, я не знаю, ну, что, что еще, вот, что у вас осталось? Книги. Самое главное – это книги. Одна из них, одна из первых, которые он написал, он написал, что я должен продолжить его работу, вот, и это для меня, тогда еще я был сильно моложе. Тогда, когда? Нынешний, это вот после 99-го, 98-го кода, первая же книга, он написал, ну, вот, знаете, как пишут, когда. Вот, и тогда мне это, сколько уж лет-то прошло? 15-16 лет прошло. Тогда для меня было совершенно, вот, непонятно, как. Как звучала, ну, хотя приблизительно, фраза, которую он написал? Я не буду цитировать. Нет, цитировать, ну, хоть и нет. Вот, о том, что это моему внуку Евгении Сандро, который продолжит. Он вас там Сандро называет? Да. Который продолжит. Мой путь, да. И, если говорить о наследии, это такой груз, то, о чем я уже говорил. Вот, быть Евгением Примаковым, даже младшим, это тяжело. Тебя всегда будут сравнивать. И всегда это будет не в твою пользу. О пользе речи не идет, но это очень большие, очень большие обязательства, которые перед собой берешь. А вы сказали на панихиде, я справлюсь. Ну, я справлюсь, конечно, я справлюсь. А у меня есть выбор, нету. А, то есть, в любом случае вам придется. Да, куда же я денусь, это подводные лодки. Скажите, ну, чтобы вот эту тему закончить, какие-то поступки, ну, не знаю, что-то вот вы все равно там, почерк не копировали, деда? Нет, не копировал. Вы знаете, тут было сейчас Саша, внучка, вот, двоюродная моя сестра, тут сказал, что у тебя почерк на дедов похож. А он у меня был на отцовский похож, ну, есть на отцовский. То есть, ну, как-то это само по себе. Да вот, но я никогда не копировал ничего. Ну, это, знаете, как это странно в копировании. Это какая-то игра. Копирование – это игра. Это притворство. Не надо никогда притворяться. Ну, не знаю, игра не игра. Значит, я, например, в свое время моим кумиром был Аркадий Гайдар. Я скопировал его подпись, значит, которая была в книжках, где моя ручка. И до сих пор похожа, да? Да, и причем она у меня до сих пор осталась. И Егор Гайдар видел это, и Тимур Гайдар. Вот, и они к этому нормально относились. Вот, это не выглядело каким-то позерством. Вот, да, похоже. Единственное, бухгалтерия. То есть, у вас был бухгалтерия, зачем опять гуся нарисовал. Вот, ну, когда денежки. А у вас вот такого вот… Нет, я подпись никогда не копировал, и почерк не копировал. Ясно. Ну, то есть, он вас никогда не наказывал, не ругал. Я не помню такого, понимаете. Ну, я помню, как-то, однажды мы поехали, это был какой-то санаторий, который он меня взял с собой. И что-то я там набедокурил. Ну, я мелкий был, что-то я то ли разбил там… Сколько лет? Десять мне лет было, одиннадцать лет было. Вот, что-то я там разбил, вазу какую-то. Вот, и я думал, что это, ну, просто это трагедия. Вот. Вот, и я так переживал, что дед сказал, что, слушай, ну, переживай как бы из-за важных вещей, а это, как бы, ну, ерунда совсем, да. То есть, хотя я ожидал, что будет, будет, ой-ой-ой. После этого вы продолжили, дед у вас? Нет, нет, конечно, нет. Конечно, нет. Дед, дед умел объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, словами так, что потом плохо не хотелось поступать. А какие у вас еще были поступки такие неподобающие, что вам было стыдно? Может быть, уже когда взрослели? Как там у деда стихотворение было, я много раз грешил, никогда не предал, да. У всех есть какие-то вещи, о которых они в жизни жалеют. И, там, дед, например, мог из-за каких-то моих ошибок, я тоже не хочу сейчас говорить, он мог сказать, мог ругаться, это, наверное, самое страшное, ругать с вами был горшок. Он говорил, горшок. Ты, говорит, горшок. Это что означало? Ну, дурак, не знаю, горшок, балбес. Горшок. Это какие-то старые, видимо, тбилисские дела еще. Ну, и часто вот он употреблял эту... Слово горшок. Ну, поскольку-то он точно умнее нас всех был, поэтому мы все для него горшки были всегда. Просто он не всегда это говорил. Ну, это иронично, да? Ну, конечно, да. Конечно, да. Конечно, иронично. А еще. Но какие-то вот отношения, ну, допустим, отношения к женщине. Вы это... Вы же, в принципе, тоже уличная мальчишка, да? Вот я, например, или вы... Или у вас была какая-то... Да нет, я вырос в девятом микрорайоне теплого стана. Ну вот. Так же... Не курили? Пятишка. Ну, дед меня уже за это не ругать, не будет. У меня был период, да, в жизни, когда я курил, но я как-то не привыкаю к этому. Я так же и перестал, как и начал. Вот. Кстати, мне тоже сказал кто-то недавно, что дед тоже не привыкал к курению, хотя несколько раз там бывал, закурил в каких-то стрессовых ситуациях. Ну, как-то так вот тоже переставал и все. В девяносто восьмом году он не закурил? Было несколько раз, я его ловил с сигаретой, но... Как ловил? Прошло. Ну, в смысле, ой, а что это ты делаешь? Что это у тебя такое тут? Да, а кому? Он что, смущался? Сигарета, что? Ну, я так раз взял, разок, не взотяг. Он? Да. А не выпива, вот насчет выпивки, он же, у него грузинское воспитание, вот, он вас, а вы как? Ну, мы же вот журналисты, мы же всегда, по крайней мере, по юности любили, ну, там, не знаю, выпидариться, выпить. Ну, я про себя, я не знаю, может быть, у вас душа была? Нет такой истории, что вот надо пить или не надо пить. Алкоголь – это принадлежность застолья. Это не что-то, что люди пьют в мыльнице в подъезде. Да, это застолья, это кампания, это разговор, это что-то окруженное какими-то атрибутами важными. Само по себе не просто там, сейчас напьемся и повеселимся, да, это всегда так было в семье. Скажите, пожалуйста, а вот такие непростые, может быть, моменты в жизни, ну, допустим, вот отношения к женщине, отношения с женщиной, вот, ну, вы говорите, что тоже были уличные мальчишки, я, например, тоже, я знаю, как на улице эта тема обсуждается, как в семье, и вот, как, допустим, отец мог сказать, как дедушка, в этом плане вы могли бы вспомнить, ну, своих девушек вы, например, показывали, Евгений Максимович? Судя по вашей улыбке, это было, да? Мне, да у нас просто, у меня лично такая странная немножко связана история. Наконец-то, наконец-то мы дошли до конкретных каких-то вещей. Конкретные истории, просто дед Нана, дочь Евгения Максимовича, ему говорила, что ты столько ошибок делал в жизни, но главное, что ты умеешь, это хорошо выбирать себе жен. Это она говорила... Она говорила, в смысле, своему отцу, это было про Ирина Борисовна. Но вот в этом смысле я, конечно, долго шел по этому пути, поскольку я уже над третьим браком уже. Вот, это одна из причин, по которой я был многократно горшком назван. Это была недоработка Сандро или деда? Нет, моя личная, моя личная. Еще раз повторю, он никогда никому не говорил, что вот не заставлял сделать так или эдак. Он оставлял человеку шанс на ошибку, хотя он доносил свою точку зрения. Но он ваш выбор одобрял, вы же не просто так вот... Ну, не всегда одобрял, или одобрял, разочаровывался. Ну, в плане его отношения к женщине бесконечно уважительное. Никаких скабрезных шуток и обсуждений никогда быть не могло. Мы все понимаем, что это все-таки человек, который вырос в Тбилиси, Кавказе, и там какая-то легкомышленность вербальная, да, она невозможна, в принципе. А вы были легкомысленны в отношении? Мы опять про меня. Нет, но я наоборот, это что, упущение Евгения Максимовича здесь, может быть, или как? Или вы не смогли? Или как? Нет, это возможность для моего роста. Сейчас у вас... Нет, вы меня правильно поймите, женская половина или большинство редакций, если я не просвечу, не проясню этот вопрос, они мне просто не простят. Объяснят, обвинят в непрофессионализме. Какие-то вот в этом плане еще его заветы, скажем так. Как вести себя? Ну, в смысле, как относиться с женщиной, как вести себя с ней, как... Когда мужчина с женщиной расстается, это вина мужчины или женщины? Или... Вы с ним советовались вообще? Ну, безусловно, но, конечно... Когда сходились и, допустим, разводились. Ну, конечно, советовался и, конечно, там... Ну, просто, мне кажется, неправильный момент и обстоятельства обсуждать. Я неправильно тему делал. Не-не-нет, просто оно странно очень звучит. Пускаться в какие-то истории в этом контексте тоже... Это про Примакова, про Евгения Максимовича Примакова. Ну, возможно, именно потому, что это передача про Евгения Максимовича Примакова. Это одна из тем, которые... Как, знаете, странно обсуждать кодекс поведения, да? Он сильно переживал вообще вот из вас? Вы чувствовали это? Вам было стыдно когда-нибудь передача? Ну, конечно, да. Что, вы заходили к нему, потупив или как, или что? Ну, конечно, там... Конечно, бывало мне стыдно, там, из-за каких-то там свои жизненные решения, там... В частности, там, в моих отношениях с моими избранницами, да? Вот. Но сейчас... По итогам, как оно у меня все сейчас, мне уже не стыдно все. Единственное, что мне дед незадолго до своего ухода, там, полгода назад он мне говорил... Полгода назад? Ну, где-то примерно он мне говорил, что... Ну, знаешь, если ты вот опять разведешься, то мы тебя выгоним, а твою жену оставим. Вот так, да? Да, 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 да. Ну, ясно. Понятно. Если не возражаете... Вот, чтобы с этой темой закончить, вот, меня, знаете, вообще, вот вас, ваших близких... Не поразила вот сама организация похорон. Ну, я просто вспоминаю, как Борис Николаевич провожали в храме Христа Спасителя. Потом моим любимым героем был Виктор Степан Черномырдин. Я его, собственно, был от и до. Вот. Его не в колонном зале Дома Союзов, а в правительственном комплексе, где-то в районе Масфильмовской. Вот. Евгений Максимович, колонный зал Дома Союзов. Это генсеки. Это вожди наши. Это в полном сборе руководящие работники. Вот сама организация вас тронула или поразила, или удивила? Или это неуместный вопрос, вы считаете? Нет, это уместный вопрос. Я... Вся семья очень благодарна руководству страны за организацию похорон, за то, что с семьи сняли огромное количество головной боли, связанное с подготовкой всего этого дела, потому что там эмоционально это было, конечно, тяжело. И то, насколько бережно и уважительно все это дело было проведено, вызывает у нас у семьи огромную-огромную благодарность. Если есть возможность еще раз, чтобы люди это услышали, спасибо огромное. Масштаб похорон, их оформление, колонный зал и так далее, мы... Я об этом говорил, нам приходится осознавать, что Евгений Максимович не вполне, скажем так, принадлежит своей семье. И тут нам не с чем там спорить, не соглашаться с чем-то. Мы принимаем все произошедшее, как оно есть. Вот. Просто еще раз огромное-огромное спасибо. Вот на Западе, после того, как уходит человек такого масштаба, как Евгений Максимович, как вождец, создают музеи, исследовательские центры, библиотеки, вот, исследовательские центры Никсона в США. У нас фонд Ельцина есть, у нас есть грандиозный музей в Черном отроге, в Черномырдине. Вот. Что-то будет вот по Примакову, чтобы увековечить, не просто и не только увековечить его память, но и, скажем так, чтобы интеллектуальное наследие Евгения Максимовича, оно работало и после его смерти. Смотрите, я считаю, что сейчас только вот 9 дней, и пока что рано об этом говорить. Какие-то наметки, они обсуждались, пока что только наметки. Мы, я думаю, что вернемся к обсуждению конкретики какой-то, через какое-то там время. Где-то какое-то завещание на этот счет не оставлял? Не знаю о подобном завещании. Единственное, что мне и семье хотелось бы, что если какое-то увековечение будет, видели фондов или музеев, нам хотелось бы, чтобы это была какая-то работающая история, а не просто вот забронзовевшая. Например, если это какой-то центр, то чтобы там проводились ситуационные анализы и какой-то аналитический продукт этот центр выдавал, который поможет, скажем, стране, если это какие-то благотворительные фонды, я просто не знаю, в какой форме это обсуждается сейчас и что это будет. Но в любом случае это должно что-то быть практически работающее, а не просто какая-то бронзовая что-то. Наш спецкорд Дарья Асламова встретилась с одним из лидеров шиитской военизированной организации, которая пользуется огромным влиянием на ближнем... Хизбалла. Да, значит, Хизбалла это шейх Наим Касем. Наим Касем. Да. Вам с ним приходилось встречаться? Нет, с Касемом нет. Так вот, он утверждает, что Америка сама инспирировала хаос на Ближнем Востоке, сама погрязла, запуталась и не знает, как выбраться. И это все считает, и это все считает шейх, представляет угрозу для России, прежде всего для Северного Кавказа, поскольку террористический потенциал в ближневосточном регионе растет с возрастающей скоростью. Вы согласны, как специалист по этому региону, по этой проблематике, с таким выводом? Дело в том, что американцами на Ближнем Востоке всегда двигала некая ситуативность. Во-первых, американцы как некий центр принятия решений нет такого вот, американцы, они все вместе собрались и решили. Это, естественно, огромное количество разных элит, группировок внутри, которые друг другу противоречат, естественно, есть люди, которые пытаются просчитать какие-то вещи стратегические, есть, центры, которые и теорию хаоса разрабатывают. Как-то даже бодрее заговорили, вот что значит сменили тему. Это рефлекс. Так, хорошо. Да, но в целом американцы всегда реагировали ситуативно, то есть вот есть какая-то проблема, надо сейчас ее быстро порешать. Грубо говоря, нам нужно найти каких-то людей, которые хотят и умеют воевать против, скажем, правительства Сирии, например, и дальше уже нет особой разборчивости в средствах. Можно и оружие туда добрасывать, которое непонятно кому попадает и в итоге попадает ИГИЛ. В не так давно произошедшем интервью Барак Обам признавал, кстати, частичную вину США в становлении ИГИЛа. Что-то на него не похоже. Ну, это было в очень мягкой форме. Он говорил, что, ну, как бы, да, это была вот наша такая ошибка. Они же раньше этим занимались. Мы же помним, скажем, снабжение баджахедов в Афганистане и то, что это превратилось. Недавно в интернете видел прекрасную статью из Independent, если не ошибаюсь, где рассказывалось, там было интервью с молодым Усамой Бен Ладеном, какой он молодец, как у него все хорошо получается. Да, они заварили эту кашу. Есть объективные основания и для арабской весны, и социально-экономические основания для арабской весны, так называемые. А дальше уже начинается такая кухня, где много желающих попользоваться тем, что мы готовятся. Вот, американцы активно в это включились, и дровишко подбрасывали в топку, и так далее, и так далее. Естественно, сейчас они не могут разобраться с тем, что они заварили. Это правда. А вот с кем и как должна сотрудничать Россия, Евгений, в этом регионе, чтобы остановить эту угрозу? И как вы оцениваете, как журналист, шаги нашего МИДа, руководства России, по оздоровлению обстановки, снижению напряженности в этом регионе? Прогнозы какие-то? Абсолютно верные. Абсолютно верные. Нету других шансов стабилизировать этот регион, кроме как использовать поддержку легитимных правительств, которые сейчас находятся под ударами террористических группировок. Я имею в виду в том числе и Дамаск. И мир таков, что без сотрудничества с теми же Соединенными Штатами, если они, конечно, поймут ошибочность нынешней своей политики, без сотрудничества с Соединенными Штатами достичь стабильности умиротворения Ближнего Востока невозможно. Но, к сожалению, нашим партнерам надо пройти долгий путь сознания своих ошибок. Вот. И мы только надеяться на это можем, что это произойдет рано или поздно. Скажите, пожалуйста, Евгений, вот эти вот мысли, они созвучны вообще с ощущениями Евгения Максимович Примакова? Да. Он, в принципе, он с нами был еще не так давно. Да, они созвучны с тем, что он и писал, и многократно говорил, и о чем он говорил в интервью многократно. Он абсолютно за этим созвучен, абсолютно в этом прав. и он сейчас вам сильно помогает в этом плане в профессиональном миропонимании, в анализе? Он и помогал, и помогает. И я думаю, что будет помогать в этом смысле. Субтитры создавал DimaTorzok